МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На ваших экранах программа Калийдоскоп. И в ближайшие 15 минут мы, как обычно, расскажем вам о самых ярких и интересных событиях уходящей недели. Наверное, каждый из нас по-своему готовится к годовщине Великой Победы. И каждый хочет отдать дань памяти событиям тех страшных лет. На сцене театра драмы специально к знаменательной дате поставили спектакль по повести Михаила Шолохова «Судьба человека». Почти 70 лет прошло со дня Великой Победы. Большинство из тех, кто сражался, уже ушло из жизни. А мы – поколение с другими идеалами, другими взглядами и ценностями. И все же в преддверии праздника мы с удовольствием слушаем песни военных лет и идем в театр, чтобы посмотреть очередную пьесу о войне и еще раз вспомнить. Так на прошедшей неделе рязанцев пригласили в Рязанский театр драмы на постановку по мотивам повести Михаила Шолохова «Судьба человека». Я считаю, он имеет важное значение как раз и к празднику 9 мая, который мы все безусловно уважаем. И также очень нравится данное произведение, которое хотел бы узнать в постановке театральной. Мы читали книгу, мы проходили в школе, нам очень интересно было посмотреть на этот спектакль вживую. Все-таки приближается юбилей победы, и это сыграло большую роль для того, чтобы пришли сюда и посмотрели. И тем более постановки, которые показывают в данном театре, очень замечательные и мне очень нравятся. Я Арианна, поклонница Шолохова, и мне очень нравится его произведение «Судьба человека». И мне интересно было посмотреть, как ее поставили в нашем любимом театре драмы. Посмотреть «Судьбу человека» пришли люди разных возрастов, но все они с интересом изучали стенды, на которых можно было увидеть, кто и в каких постановках играл на сцене Рязанского театра драмы в годы Великой Отечественной войны. И слушали песни, которые исполнили перед зрителями актеры. Ну а после начался спектакль, который поведал о судьбе Андрея Соколова. Он прошел войну, побывал в плену, потерял всю свою семью. И вот вместе с ним мы погружаемся в его воспоминания. И на сцене перед нами предстают сразу два Андрея Соколова. Это некая необходимость, потому как это целый прием. То есть как у Шолохова есть рассказ в рассказе, и таким образом идет эта вещь, повесть «Судьба человека». Также и мы хотели это сохранить и сделать некий рассказ в рассказе, но чтобы диалог возникал не у рассказчика с героем, как это сделано у Шолохова, а у героя с самим собой. Чтобы у него была возможность что-то вспомнить, что-то внутри этих воспоминаний переделать, а что-то не вспоминать. Это очень выгодный прием, очень такой интересный и удобный для того, когда ты выбираешь эпизоды. То есть какой-то кусочек может быть почти законченным или почти незаконченным. Ну, собственно, воспоминание, оно же не идет как кинолента, да, оно некоторым образом рваное, оно заканчивается. Мы не очень, может быть, хорошо где-то помним лица или какие-то события, но, тем не менее, мы вспоминаем так, как мы вспоминаем в том порядке. И здесь это сохранено, сделано, мне кажется, это очень интересно, очень достойно, придумано и хорошо воплощено в жизни. Идея поставить на сцене именно это произведение Шолохова родилась у режиссера Урсулы Макаровой около года назад. Во-первых, приближалась годовщина Великой Победы, а во-вторых, это одно из любимых произведений Урсулы, которое кажется ей особенно актуальным на сегодняшний день. Учитывая некую политическую обстановку, которая есть сейчас, да, то есть вопросы Украины и так далее, она звучит немножко иначе, чуть по-новому, чем, скажем, 10 лет назад. И, ну, вспоминая какие-то даты, да, то есть и голод в 22-м году и так далее, и тому подобное, просматривая эту панораму лет, как-то хочется, наверное, вспомнить о том, что, в общем-то, как-то мы были одной великой большой страной, которая сумела остановить фашизм, причем не просто в каком-то локально отдельно взятом городе или маленькой республике во всем мире. И тогда были все вместе. Да, наверное, кто-то кого-то не любил. И соседи по лестничной клетке, да, и там, может быть, я не знаю, там, как братские республики к друг другу относились на самом деле. Мне это неведомо. Но факт остается фактом. Фашизм остановил Советский Союз, который состоял из огромного количества народностей, республик и так далее и тому подобное. А сегодня вот как-то очень это печально. И мне кажется, что как никогда актуальна именно судьба человека. И Шолох в принципе. В процессе работы над этим спектаклем артисты познакомились с огромным количеством документов, просмотрели хронику, а также документальный фильм Михаила Рома «Обыкновенный фашизм». Каждый из них понимал ответственность и перед каждым стояла задача – играть свою роль честно. О том, каково было играть молодого Андрея Соколова еще до премьеры спектакля в студии «Семи минут» нам рассказал Роман Горбачев. Это, конечно, очень тяжело вот окунаться. Конечно, мы никогда не поймем, что это такое быть в концлагере. То есть там, не дай бог, что это такое потерять семью, сына в последний день войны. Вот. Но потихоньку погружаемся, погружаемся. Очень кропотливая работа. Очень тяжело по миллиметру каждую репетицию. Причем когда сейчас появляется, вот у нас до премьеры буквально две недели осталось, появляется какой-то новый реквизит, уже по-другому. Появился барак, в каждой досточке так вот трешься, когда понимаешь, какой он маленький, и вот здесь семь человек должно уместиться, все по-другому, уже как-то ничего не играется, вот уже просто вот в этих обстоятельствах существуешь, живешь. Ну вот это легче гораздо становится. Премьера уже состоялась, и режиссер отметила, что все актеры с поставленной задачей справились. Войдет ли судьба человека в репертуар или будет играться только до конца этого сезона, пока сказать сложно. С одной стороны, этот спектакль ставился к определенной дате, а с другой, эта история будет актуальна всегда, а не только в годовщину Великой Победы. Бытует мнение, что в век электронных технологий книги уходят на второй план, но это далеко не так, и подтверждением тому стало очередное мероприятие в библиотеке Горького. Ночь в библиотеке. Пожалуй, это самое яркое литературное событие, на котором наша съемочная группа присутствует из года в год, но в этот раз оно стало по-настоящему волшебным. А каким еще должен быть праздник, если в его основу легли сказки Александра Сергеевича Пушкина? Именно такая тема очередной Библии ночи родилась не случайно. И если раньше ее определяли читатели, то в этот год, год литературы, сотрудники библиотеки взяли инициативу в свои руки, решив посвятить этот праздник одному из величайших русских писателей. Но из всего его огромного творческого наследия были выбраны только сказки. Ночь в библиотеке – это такое событие, в котором мы хотим, чтобы люди приходили отдыхать, отдыхать, веселиться и развлекаться. И более серьезное творчество нашего замечательного и всеми любимого классика брать, ну, не то чтобы не хотелось, но мы решили этого не делать. Поэтому были выбраны сказки, потому что все их знают, все читали, и всем нам хочется перенестись в детство. Ночь в библиотеке – это всегда весело и интересно. Всех пришедших сюда ждали конкурсы, викторины, подвижные игры и целые постановочные шоу. Но, например, голос Лукоморья должен был выявить самых талантливых сказочных персонажей. И не только. Зрители тоже могли принять участие в конкурсе. А их вокальные данные оценивала самая настоящая сказочная команда, состоящая из ученого кота, русалочки и соловья-разбойника. Очень приятно и удивительно было отметить, что у нас есть представители как народного жанра вокалисты, так и академисты, которые прекрасным вокальным голосом исполняют романсы на стихи Пушкина. Это замечательно. Значит, Пушкин жив, будет жить. И вообще такого гения нельзя не любить, я думаю. Но этим общение со сказочными персонажами не ограничилось. Для любителей командных состязаний была разработана специальная игра там на неведомых дорожках. В ее ходе несколько команд путешествовали по станции, на которых их поджидали золотая рыбка, волшебное зеркало, шамаханская царица и другие жители волшебных историй Пушкина. Участники должны были выполнить сложные задания и в конце игры собрать воедино слова волшебного заклинания. Ну, например, вот у нас шамаханская царица, царевна она рассказывает, не хочет сначала с ним ни с кем разговаривать, она говорит, что я вообще царица, мне только мужчины, пусть к ногам падают, грубо говоря. Девушек всегда глядят и им по секрету рассказывают, что у меня есть живая вода, и она вам зачем-то понадобится. А зачем, это вы уж угадайте сами. Тем временем на первом этаже библиотеки развернулись нешуточные бои, но это для любителей сказочных сражений. А вот милым дамам пришлись по душе более спокойные развлечения. Но кто из девушек откажется заглянуть в волшебное зеркало или стать обладательницей волшебной косы? Можно даже попробовать себя в роли художника. Вариантов времяпрепровождения на «Библию ночи» масса. Как всегда, ее организаторы постарались на славу. И, конечно, разрабатываются библиотекарями всегда новые игры. То есть они могут быть одной направленности, либо лингвистические, либо исторические, но всегда принцип игры другой. Новые викторины с новым принципом это всегда есть. Не стоит забывать, что развлечение отнюдь не единственная цель организаторов. Главная их задача – привлечь читателей в библиотеку и зародить в них желание взять в руки книгу и перечитать то, что они уже когда-то читали, или же отправиться в путешествие по новым литературным произведениям. Ну а теперь поговорим о выставочной жизни нашего города. В Рязанском художественном музее открылась выставка Марины Орловой, на которой представлены ее работы, выполненные в технике батик. Чаще всего в Рязанском художественном музее мы привыкли видеть картины, и в этот раз традиция не была нарушена. Вот только картины, которые мы увидели, выполнены в технике батика. Батик – слово индонезийское, в переводе означающее капля воска, а в реальности это ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. Подробнее об этой технике в Рязанском художественном музее нам рассказала художник Марина Орлова. Берется белая ткань, короче. И сначала вся работа делается в горизонтальном положении, чтобы воск не растекался. И расплавленным горячим воском я работаю в основном кистью. Закрываются места, которые нужно оставить белым цветом, если ткань белая, да? Вот. И это уже наносится воской, что является резервом, то есть другая краска туда не попадает. Потом слой за слоем идет наслоение более светлого цвета, потом еще темнее, 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 темнее. И каждый слой должен просушиться. Потом закрыть по рисунку воском, чтобы остался тот цвет, который нанесен. Потом на него следующий. И слой за слоем так получается рисунок. На сегодняшний день известно две разновидности росписи по ткани. Холодный и горячий батик. Но автор этих работ признает только технику горячего батика. Холодный батик. Я бы, честно, вообще не относила к батику, к этому слову, потому что это уже такой новодел, который придуман европейцами. То есть довольно упрощенный вариант. Художественному творчеству Марина Орлова посвятила всю свою жизнь. Она увлекается и графикой, и живописью, но все же главной ее страстью является ткань. Ткань – это моя стихия. Я очень люблю ткань. Просто люблю ее за то, что это ткань. Я не знаю, какие чувства я испытываю, когда я работаю на ткани, когда передо мной свежий белый холст, и из него идет превращение в цветное панно, одежду. Признаемся, что, говоря о батике, многим представляются легкие платки, образцы одежды с декоративными узорами. Однако то, что делает Марина Орлова – это глубокое, наполненное искусство, через которое она передает красоту окружающего ее мира, и в котором она говорит в том числе и о сложных вещах. Выставка носит название «Пою мое Отечество», и действительно все ее работы посвящены Родине. Здесь и красота русской природы, и память о войне 1812 года, и мотивы Великой Отечественной войны, и дань памяти собственной семье. Так в одной из своих работ художник увековечила своеобразную семейную реликвию – швейную машинку. Ей уже около ста лет. На ней шили и прабабушка, и бабушка Марина Орловой. И вот теперь она на одной из полотен художника. Вообще вот это связано с каким-то домашним теплом, уютом. То, что сейчас, я не знаю, даже вот, я помню, как я маленькая была, у меня было за счастье покрутить там вот это вот колесо. Не знаю, а сейчас дети, у них совсем другие игры. Марина Орлова является заслуженным художником России. Она окончила Ивановское училище художественно-промышленного дизайна отделения художественного оформления тканей. На сегодняшний день ее произведение находится в музейных коллекциях и частных собраниях, как в России, так и за рубежом. Она награждена многочисленными медалями и дипломами Российской академии художеств Союза художников России, а также удостоена гран-при за триптих «Противостояние тени прошлого» на выставке, посвященной войне 1812 года, проходившей в Музее декоративно-прикладного искусства в Москве. Марина Орлова живет и работает в Ногинске Московской области, но сегодня, к счастью, у рязанцев есть возможность познакомиться с ее работами. Выставка «Пою мою Отечество» будет открыта в Рязанском художественном музее до 30 июня. На этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам солнечных и веселых майских праздников. Увидимся ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова